Силы обороны Украины, минувшей ночью, удачно отработали по Феодосии с помощью высокоточных обломков. Результат на ваших экранах. Феодосийский нефтеперевалочный терминал является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Всего на полуострове два таких терминала. Второй расположен в Севастополе. В связи с возникшим этой ночью пожаром на нефтебаде Феодосии, на данный момент сотрудники ДПС перекрыли движение на улице Геологической, а также все те, кто отправляются из Феодосии в поселок Приморский, должны быть готовы к тому, что участок дороги на Керченском шоссе также ограничено движение на нем. Хороший русский – это мертвый русский, а любой другой русский – это плохой русский. То есть ясно, что сейчас мы де-факто начинаем воевать со странами НАТО. Мы сейчас будем перемалывать и военную машину НАТО, и, извините, так получится граждан тех стран, которые являются гражданами стран НАТО. Потому что мы не можем проиграть. Это если мы проиграем, мы повторим судьбу индейцев, и потом будут писать книги, как Россия проиграла себя. Россия оставляет с собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз своей безопасности, а цели специальной военной операции будут выполнены. Благодарю вас. Какая красная линия, скажите мне? Они должны что, разбомбить Москву, нанести удар по Санкт-Петербургу? Что они должны сделать? За годы, которые прошли после оккупации Крыма, аннексированный Россией полуостров использовался пересидентом России в качестве доказательства его роли собирателя земель погибшей империи. Выступал как новая военная база России в Черном море, призванная дестабилизировать ситуацию в регионе, как плацдарм для будущего вторжения на юг Украины, и даже как экспериментальная территория по окончательному демонтажу остатков российского правосудия. Президент Российской Федерации подписывает принятые Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации и одобренные Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации федеральный закон о ратификации договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Россия! Россия! Работу! Работу! Теперь, когда вырисовывается тенденция новых потерь, в результате возможного поражения путинского режима, Крым, похоже, выступает уже в новой роли. В роли главного инструмента российского шантажа. В роли самой важной территории России. Крым, Древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же, как и Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам и иудаист. Именно так мы и будем к этому относиться отныне и навсегда. Это линия самоидентификации нашей нации. Может, создастся впечатление, что Кремль готов стерпеть все, что угодно. Могут взрываться военные объекты в Белгородской области России. Российская армия может оставлять города на теперь уже аннексированном Донбассе. Но если вдруг произойдет пожар на Крымском мосту, тогда пересидент РФ будет сидеть с потрясенным выражением лица. Служба Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали им в подготовке этого тракта. Спасибо. А российская авиация буквально через сутки после пожара начнет наносить удары по инфраструктуре Украины. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. Главное – не переходить административные границы Крыма. Главное – не дотрагиваться до Керченского моста. Прелесть! И вот уже экстравагантный миллиардер Илон Маск предлагает оставить России и Крым, будто озвучивая потаенное желание российского правителя. Я знаю, о чем я говорю. Думаю, главное – не поддаваться на этот шантаж, не верить в эту декорацию. Потому что в Крыму живут наши люди, и сама территория стратегически важна. И потому что именно здесь находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного российского государства. Почему безопасность Крыма должна беспокоить российского пересидента больше, чем безопасность Белгорода? Почему статус Крыма чем-то должен отличаться от статуса Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей? Все эти украинские регионы аннексированы Россией по одному и тому же сценарию. Почему нужно думать, что военные поражения не вызывают у Путина эмоций? Мне абсолютно безразлично. А вот после пожара на Крымском мосту он отдает приказ немедленно начать бомбить Киев или Львов. Наши западные партнеры перешли черту. Как можно поверить в подобную мистификацию? Я убежден, что Россия, ну это будет так, я не знаю. В войне, которую Россия начала против Украины, уверен, нет никаких красных линий, которые связаны с пожаром на Керченском мосту, переходом украинской армии в наступление на оккупированных Россией территориях и даже выходом на административную границу Крыма. Плевать. В этой войне есть одна единственная красная линия, которая уже давно перейдена Путиным. Государственность, суверенитет и территориальная целостность Украины. Принятые решения будут выполнены. Поставленные цели достигнуты. Безопасность нашей Родины надежно гарантирована. Убеждать себя, что в сложившейся ситуации украинское государство сможет долго просуществовать в мире и безопасности без восстановления своих международно признанных границ, это повторять ошибку 2014-2022 годов, когда многие украинцы решительно отказывались понимать, что аннексия Крыма и война на Донбассе – это лишь первый шаг к ликвидации самого украинского государства. И что если украинцы действительно хотели длительного и прочного мира, им следовало по давней пословице готовиться к длительной и кровопролитной войне, а не успокаивать себя инфантильными иллюзиями о том, что о мире можно договориться с тем, кто уже давно сделал ставку на войну и насилие. Сегодня этот выбор делаем мы. Украина как государство-инвалид, государство без контроля над собственными территориями не будет интересна никому. Она не интересна России, потому что Кремль будет уверен, что сможет добраться и до других территорий этого государства. И, конечно, продолжим освобождать территории, все еще занятые неонацистами. Она не интересна Западу, потому что сдача украинских территорий России будет означать полное поражение международного права. И она не будет интересна самим украинцам, потому что они уже убедились в том, что удел такого государства – война и гибель. Все наши попытки мирным способом эту проблему разрешить увенчались неудачей из-за позиции киевского режима. Поэтому уверен, Украина может обрести будущее только со всеми своими землями, украденными Россией. С Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областями и с Крымом. Нет. Конечно же, с Крымом. Думаю, пересидент РФ понимает это не хуже нас с вами. Поэтому и использует временно аннексированный полуостров как инструмент для шантажа. Он не просто больной человек. Он еще циничный и подлый человек. Он хочет, используя вот эту операцию по оккупации аннексии Крыма. Хочет править нами вечно! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова